Слухи о закрытой презентации Fallout 4 на E3 С вами GamesBlender Еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru В сегодняшнем выпуске Nintendo выбралась из черной полосы Эпоха виртуальной реальности запаздывает GOG Galaxy бросает перчатку Steam Заставить игроков перестать негодовать по поводу грабительских сезонных абонементов Задача почти невыполнимая Но студия Rocksteady предприняла неплохую попытку Подписка на дополнение к Batman Arkham Knight, помимо прочего, впервые позволит вжиться в роль Batgirl И это будет Барбара Гордон из тех времен, когда она защищала Готэм в образе девушки-летучей мыши Мы почти купились Триллер D4 Dark Dreams Don't Die напугает вас посильнее Alien Isolation И не чем-нибудь, а системными требованиями Целшейдерная игра хочет процессор Intel Core i7-4770K 8 гигабайт оперативной памяти И видеокарту GeForce GTX 670 или Radeon HD 7850 Хорошо, хоть 60 кадров в секунду обещают Так что кошмара вроде PC-порта Deadly Premination не будет Или будет Проверим уже скоро Релиз назначен на 5 июня Да, и еще Второй сезон уже в разработке Раз уж мы упомянули сакральное число 60 Озвучим приятную новость для владельцев Xbox One Точнее, пока это только слух от участников Preview Program Майское обновление прошивки предположительно привнесет возможность записывать видео в режиме 60 кадров в секунду Осталось вспомнить все 3,5 игры, в которых она пригодится GTA 5 к ним, кстати, не относится Так что обладатели ящиков этого поколения, как и PlayStation 4 Будут создавать ролики в видеоредакторе при плавных 30 кадрах в секунду Да-да, Rockstar Editor придет на новые консоли вместе с радиостанцией The Lab К слову, за моды в одиночном режиме разработчики пообещали никого не наказывать Так что вне GTA Online за падающих с неба китов и пушки, стреляющие автомобилями Блокировку вы точно не схватите На прошлой неделе Activision наконец-то разродилась анонсом Tony Hawk's Pro Skater 5 И это не раннер для мобилок, а классическая игра про Тони Хоука Обещают бесшовный мультиплеер с кооперативным и соревновательным режимами Редактор карты — целую плеяду знаменитых скейтеров Смущает одно — в разработке участвует студия RoboModa, чью репутацию запятнала Tony Hawk Ride Смогут ли незадачливые американцы реабилитироваться в глазах фанатов, выяснится уже в этом году Игра заглянет на ключевые консоли этого и прошлого поколений Между тем дела у Activision Blizzard идут лучше некуда В Hearthstone Heroes of Warcraft уже зарегистрировано 30 миллионов человек В Destiny 20, а в совокупности эти два хита принесли миллиард долларов С таким положением дел неудивительно, что компанию не слишком волнует колебания числа подписчиков World of Warcraft Которых стало на 3 миллиона меньше К успехам Blizzard мы привыкли так же, как к черной полосе Nintendo Тем радостнее смотреть на цифры из ее свежего финансового отчета Впервые с 2011 года компания удалось завершить фискальный год в плюсе За этот период она получила 41 миллиард йен прибыли, тогда как в прошлом потеряла 23 миллиарда Правда 9,5 миллионов проданных Wii U смотрится жалко на фоне 22 миллионов PlayStation 4 Но японцы не теряют оптимизма Еще большая N заключила контракт с Universal В рамках которого будут построены тематические парки, посвященные Марио и другим ее персонажам Они могут появиться в Орландо, Осаке, Сингапуре, Пекине и Москве На всякий случай готовьтесь гонять на картах и увеличиваться в размерах, поедая грибы Хотя до такого вряд ли дойдет А жаль Небезупречный второй акт Broken Age пошатнул веру игроков в Тима Шейфера Но не в Kickstarter И вот наглядное тому подтверждение Юка Лейли от выходцев из легендарной Rare получила полтора миллиона британских фунтов за неделю А ведь впереди еще больше 30 дней сборов Какая же сила заставляет десятки тысяч геймеров бросать деньги в монитор? Все просто Во-первых, это игра от мастеров своего дела, которым можно верить на слово А во-вторых, у поколения, выросшего на играх 90-х, еще не иссякла ностальгия А это, если подумать, главное топливо игрового Kickstarter Да и как же тут устоять, когда нам обещают классический 3D-платформер в духе той самой Banjo-Kazooie времен Nintendo 64 Хамелеон Юка и летучая мышь Лейли посетят ПК и нынешние консоли, включая Wii U в октябре 2016 года Вопреки прогнозам, в 2015 году виртуальная реальность останется далекой от массового пользователя Недавно Пал Мерлаки сообщил, что потребительская версия Oculus Rift поступит в продажу только в первом квартале 2016-го на пару с Project Morpheus К тому времени разработчики дополнят прототип Crescent Bay, улучшенной системой отслеживания положения в пространстве, усовершенствуют дизайн и повысят эргономичность У Valve, которая надеется выпустить Vive, к Рождеству появится шанс обогнать своего главного конкурента еще и по срокам релиза А еще в начале следующего года нас ждут новые Mirror's Edge и sequel Plants vs Zombies Garden Warfare А следующая Need for Speed должна нагрянуть уже этой осенью, по крайней мере так говорится в расписании релизов Electronic Arts из последнего финансового отчета Ждем и три и надеемся услышать более точные даты Когда закрываются студии, рейтинг игр, которых на Metacritic держится где-то в районе 50, невольно испытываешь облегчение Кого, к примеру, может огорчить известие о том, что студия Spark Unlimited, создавшая Lost Planet 3 и Яйба Ninja Gaiden Z, переключается на другую деятельность Хотя, конечно, фанаты есть даже у какой-нибудь Дайкатаны Так что все может быть Black Meza Когда-то эти два слова действовали на поклонников Half-Life гипнотически За ними скрывается не только место действия первой Халвы, но и ее фанатский ремейк на движке Source, первая бесплатная версия которого появилась в 2012 Обещанного три года ждут, а потом забывают Но вечно молодого Гордона Фримена это не касается, так что загляните в ранний доступ Steam Завершенная на 80%, Черная Меза стоит 419 рублей и предлагает 10 часов одиночной кампании и мультиплеер с дезматчами на шести переработанных картах, а позже подоспеют и главы в мире Зен Все это в придачу к новой озвучке, музыке, анимации и поддержке Steam Workshop Не перепутайте это переиздание с безобразными платными модами к Скайриму Тут определенно есть за что отдавать свои кровные В чем секрет популярности Steam? Огромный каталог, щедрые распродажи, элементы социальной сети Если так, то у сервиса Goku от CD Projekt Red теперь есть все, чтобы составить полноценную конкуренцию платформе Valve В преддверии премьеры третьего Ведьмака необязательный клиент GOGalaxy вышел в открытую бету и спешит поразить нас автоматическим обновлением игр, достижениями, списком друзей, чатом и организацией мультиплеера Записаться на участие в тестировании можно на сайте GOG.com Пока только на Windows и macOS О конце Monopoly Valve говорить рано, но разнообразие — это всегда хорошо Впрочем, есть вещи, которым разнообразие скорее вредит Например, Assassin's Creed Скриншоты следующей крупной игры мы видели еще в декабре, а завтра в 19.00 по московскому времени прозвучит ее официальный анонс Название, по слухам, сменят на странноватая Syndicate Но прежнее Виктори, на наш взгляд, могло бы оказаться весьма точным Вдруг викторианские ассасины победят французских по умению проваливаться под текстуры и показывать содержимое своего черепа Завершать выпуск на такой не слишком позитивной ноте мы не хотим Поэтому напоследок посмотрите, как Геральт и Цири шинкуют врагов в свежем трейлере The Witcher 3 Wild Hunt А заодно порадуйтесь тому, что патч первого дня не будет весить бог знает сколько гигабайт, как это нередко бывает Так что на этот раз никаких сложностей на старте вроде бы не предвидится 19 мая Почему ты все еще так далеко? Какие проекты увидят свет на этой неделе и какие вышли совсем недавно, вы узнаете из нашей постоянной рубрики Календарь Геймс Блендер Зомби в симуляторе Козла, космические бои в симуляторе Хлеба Первая половина прошлой недели потонула бы в фантасмагории, если бы не релиз Grim Fandango Remastered на iOS и Android и пошаговой стратегии Warhammer 40k Regicide в Steam Early Access Вслед за этим на PC и консолях этого поколения стартовала Project Cars, а Legends of Grimrock 2 перебралась на iPad Завтра в Steam выйдет красочное бразильское приключение Torrent Ну а четверг объявляется днем ностальгии по прошлому веку Нас ждет восьмибитное безумие в экшене Not A Hero от авторов Олли Олли Все прелести космических стратегий в Galactic Civilization 3, который наконец покинет ранний доступ И сюрреалистический олдскул в платформе Axiom Verge, который переберется на PC Всем спасибо за то, что были с нами Не забывайте, как всегда в конце выпуска мы демонстрируем вам новый трейлер, переведенный на русский язык На 3D News вас ждут новости из мира игровой индустрии и обзоры самых ярких проектов Недавно мы выяснили, стоит ли Assassin's Creed China ваших денег и времени А также выдали красивую блестящую медальку самостоятельному дополнению Wolfenstein The Old Blood До встречи в следующих выпусках GamesBlender, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok